Программа из глубины Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с Владимиром Черепановым. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос. Что тебя вообще привело к ритмик-ноизу? Какая такая вот тропиночка, так сказать, петляющая между другими стилями? Почему ты, например, не делаешь шансон? Это очень серьезный вопрос. Почему ты не пишешь шансон? Почему ты не пишешь дарк-электро? Тоже серьезный вопрос. И с чего начался, собственно, проект Terror 404? Что бы служило толчком именно для написания музыки, в принципе? Ну, ситуация такая, если там совсем издалека начинать, то, наверное, некая любовь к музыке, она у меня еще появилась с малых лет, когда мне родители музыкальную школу отдали. Но, в общем-то, это скорее история просто о том, что у меня появилась какая-то любовь к музыке, потому что... Вот, извините, я тебя перебью. Обычно же как? Многих детей отдают музыкальную школу, но не у всех появляется после этого любовь к музыке. Ну, проблема в том, что даже вот эта моя любовь к музыке, она в итоге выразилась в каком-то, так сказать, не совсем даже с точки зрения классической музыки в музыкальном направлении, в том самом ритмик-ноизе. То есть я в конце 90-х увлекся индустриальной музыкой. Сначала это было более такое, как бы, слушабельные варианты и понятные там, как IBM. Позже уже, ну, даже Dark Elector тоже поначалу какой-то слушал. Позже уже начались увлечения какими-то более экстремальными формами, нойзовыми и тем же самым ритмик-ноизом в том числе. И непосредственно T-Roc 404 появился в 2006 году, когда я находился под большим впечатлением от гремевших в то время в Москве таких мероприятий, под названием Танцронт, которые как раз-таки начали у нас в России делать мероприятия, посвященные ритмик-ноизу. И ребятам как-то удалось организовать какую-то такую очень теплую и энергичную в Москве тусовку, движуху, пускай и не очень большую, но мероприятия проходили регулярно, собрался такой круг слушателей, очень теплый, все друг другом общались. Но при этом наша локальная сцена ритмик-ноиз с артистами тогда практически не была представлена. И, в общем, я пришел эту ситуацию исправить, чем, в общем-то, до сих пор и занимаюсь. Тебе что, не хватало, так сказать, EBM? Почему ими ритмик-ноиз? Опять же, я немножко так еще раз задам этот вопрос, потому что стиль-то достаточно своеобразный. И даже те, кто, например, слушает EBM, ну не каждый, не каждый же человек будет слушать ритмик-ноиз. Ну, у тебя есть к этому, вот задумайся, есть какие-то у тебя там психологические предпосылки к этому? Почему? Не только потому, вот была ниша, я начал играть, не было артистов, да? Правильно же, так же нельзя. Конечно, нет. Но на самом деле история так и получилась, как ты сказал, потому что в итоге все равно я в какой-то момент ушел в EBM, начал экспериментировать с трансом. У меня есть чисто эмбиентный альбом «Планетариум» с космическим эмбиентом. То есть, как бы на одном ритмик-ноизе я не остановился и не застрял. Просто в тот момент это был именно вот этот энергетический импульс. И сам по себе я человек, в принципе, такой увлекающийся, то есть я всегда открыт каким-то экспериментом, какому-то новому. И именно в тот момент именно было такое хорошее время для того, чтобы начать играть ритмик-ноиз. И я действительно тогда был поглощен этой темой просто полностью изнутри. Мне казалось, для меня это таким неким мостиком между какой-то экстремальной, радикальной, индустриальной музыкой нойзовой и более при этом какой-то клубной, танцевальной. То есть это такое вот некое такое звено, которое, в общем-то, пытается соединить вот две крайности. То есть полный хаос и там анти, там какую-то всю социальность, анти во всем нойза и при этом какую-то танцевальность, какие-то именно какие-то вот такие более понятные, какие-то клубные, даже неконцептуальные какие-то движения. И ритмик-ноиз в этом плане, он как раз хорошо подходит. Еще я знаю, что ты пропагандируешь кибербуддизм. Ну, не пропагандируй никоим образом, это достаточно новое мое, ну, как новое, это уже гораздо позже появилось, это пять лет назад. Насколько это серьезно? Ну, я, это некое, скажем так... Действительно ли это буддизм, действительно ли это кибер? Нет, это вообще как бы отдельная история, это некий мой, скажем так, исследовательский такой полуарт, полупостмодернистский проект, да, который ближе к некому, к некой форме современной буддологии. То есть, под буддологией имеется в виду, ну, как науки, исследование буддизма. Да, просто мне интересно исследовать буддизм с точки зрения того, как он проникает в современную культуру, как он взаимодействует с современной наукой, как он взаимодействует с современным искусством. И, собственно, название кибербуддизма, оно появилось, это некая отсылка к киберпанку, потому что я очень люблю киберпанк, но в котором вместо панка некий вот такой вот буддизм, поскольку, в общем-то, с киберпанком буддизм тоже хорошо сочетается. На примере, допустим, того же кинематографа «Матрица», такие фильмы, как «Матрица», «Нирвана» и, в общем-то, много очень современного какого-то видео и арта каких-то художников. Если взять псай-транскультуру, то там вообще буддизм очень сильно сочетается с какой-то психоделической культурой. И мне интересно это исследовать. То есть это никоим образом не какое-то там религиозное течение, не новая школа буддизма. Это некий такой арт-проект, показывающий то, как, поскольку мне близка философия буддизма и его какие-то положения, но мне интересно в то же время посмотреть, как это происходит, вписывается в современный контекст. Ну и частично это в том числе перекочевало и в концептуальную составляющую моей музыки, логично, потому что, конечно, я вдохновляюсь какими-то, в первую очередь, происходящими вокруг меня явлениями, ну и, естественно, кибербуддизм как явление, которое я, так сказать, иду. Я услышал слово концептуально. Есть какая-то концепция в твоем мировоззрении, музыке твоей? Есть ли в ритмик-нойзе какая-то концепция, как ты видишь? Вкладываешь ли это какую-то мировоззренческую концепцию в музыку ритмик-нойз? Ну, основная концепция изначально, как я уже сказал, это вот некий мост между таким изначальным индастриалом, как таким антимузыкальным течением и в то же время и некой клубной культурой. Хотя клубную культуру тоже нельзя назвать полностью музыкальной. С точки зрения классической той же самой музыки, моего классического образования, я вообще предпочитаю больше термин саунд-дизайн. То есть для меня концепция в ритмик-нойзе, она скорее в том, чтобы создавать какую-то историю. Потому что почему саунд-дизайн? Потому что если мы возьмем даже то, чему меня учили в музыкальной школе, гармонии, вот эти сочетания инструментов, конечно, в современной электронной музыке гармонии как таковых, они если и есть в каких-то там более коммерческих популярных стилях, но все равно это упрощенные мелодии. Если мы берем ритмик-нойз, то это история о том, как ты работаешь с ритмом, с эффектами, как ты создаешь какую-то атмосферу, как ты создаешь какой-то вот такой вот радикальный такой грув, который там не просто тебя там заставляет как-то спокойно двигаться, а может просто вводить в какие-то там состояния какой-то такой позитивной агрессии, я бы сказал. То есть это именно концепция работы со звуком и с деталями, чтобы получить некое законченное произведение, которое создаст определенное состояние, определенный драйв, определенную атмосферу. Идеи, которые там я вкладываю в музыку, допустим, того же самого кибербуддизма, это некое как бы дополнительное такое подспорье для тех слушателей, которые там захотят как-то в голове у себя создать более какую-то комплексную картинку. Я им в названиях треков через какие-то там вот те же концепции, какие-то свои интервью я рассказываю, чем я вдохновляюсь, что я пытаюсь донести. Но это такая, знаешь, как бы дополнительная история. Что изменилось с момента, когда ты начал всем этим заниматься до настоящего времени? Как это развивалась тусовка? Развивались, как сказать, мир же меняется? Да, конечно, безусловно. Ты начала было одно, сейчас уже другое. Вот про немножко вот этот путь так вкратце. Ну смотри, если говорить про ритмикнойс и вот те же самые танцронты, то это было довольно такое, как бы действительно уникальное время, в том числе и для России в первую очередь, потому что действительно, ну где-то до 2011 года, там дальше уже как-то реже, танцронты достаточно регулярно собирали вот такие тусовки, привозили каких-то западных музыкантов, и у нас была небольшая своя сцена. Но вот после, в какой-то момент все это начало постепенно как-то угасаться. Теперь это было только в Москве и в Питере, и все? Были в Екатеринбурге, я знаю, попытки, да. Потом вот то, что я хочу сказать, что как бы когда танцронт начал, как бы со своей деятельностью уже как-то практически прекратил, уже это подхватил на начальных периодах. Акто-прому? Ну да, да, да. Этим уже занимался и развивал Сэнди, который ты прекрасно знаешь. Акто-прому, он через Акто-прому делал. Да, сначала как Акто-прому, потом уже отдельно, то есть как бы на танцронте все не закончилось, но постепенно даже как бы уже когда Сэнди, Акто-прому делали, все это как-то еще как-то держалось, но постепенно просто на моих глазах было видно, как это все схлопывалось, просто людям ну как-то перестало быть это интересно, перестали ходить, и в общем-то и музыканты, какие были все, в том числе и я, я ушел больше куда-то в ЭБМ, эксперименты с трансом, и другие музыканты тоже. То есть как-то это... Ты в Акто-прому участвовал в мероприятии? Да, я съездил в Казанче, Баксары, как раз-таки с ритмикнойзовой программой. В 2008 году я начал выступать, у меня было первое выступление в доме, и прямо вот в том же году, если я ничего не путаю, да, по-моему, в 2008 я поехал в такой мини-тур, Казанче-Баксары вместе со Страфарей, это наш старый такой проект, экспериментальный Риверзент, и Форнекс Протуберанзет, это тоже мой товарищ, с которым мы лейблами занимались в те годы. И вот мы пришли сейчас уже к настоящему времени, как все это происходит в настоящее время? Как я говорю, я в какой-то момент сам ушел, больше куда-то в эксперименты с ЭБМ, с трансом, то есть вот там как раз... А ты на Челлаут играл, ну, именно, знаешь, как бывает, ну, танцпол и Челлаут? Нет, у меня как-то вот, понимаешь, у меня вот с транс-музыкой, мне она всегда была интересна, но мне она казалась немножко как бы, именно вот психоделик, транс, мне всегда не хватало как бы, там много эффектов звуков, не хватало каких-то мелодических, там атмосферных историй, поэтому мне это интересно было совмещать с ЭБМ, да, я вдохновлялся в том числе такими проектами, как «Хэдскан», «Вэрый Тэссит Крайст», и как раз вот в 2015 году у меня вышел альбом «Буда 2.0», он как раз-таки вот наиболее, как раз-таки уже начал пересекаться, ну, по сути, развивать вот концепцию кибербуддизма через мое творчество, вот он сильно этим инспирирован, но при этом как-то с трансовыми тусовками у меня так пересечься особо... Нет, я имею в виду Челлаут, как бы, ну, просто иногда делают танцпол, например, да? А им бинт играет, ну, Челлауте, например? У нас было очень интересно в свое время, я, по сути, два мероприятия в своей жизни организовал, да? Это мое первое выступление, мы сделали небольшой фестиваль в доме с музыкантами тогда сетевого объединения НБК «Рекордс», еще на котором я в то время выпускался, вот. А дальше была история, когда мы сделали концерт в Планетарии Вооруженных Сил Российской Федерации, вот. А где это такое? Это рядом с Театром Советской Армии, где Новослободской, да. У нас есть большой планетарий, всем известный. На Баррикадный. Да, на Баррикадный, да. И есть маленький планетарий, он находится напротив Театра Советской Армии, там есть скверы, там есть маленький планетарий. И у нас давно как бы с ребятами была идея как-то вот сделать какое-то такое мероприятие с интересной атмосферой, в интересной локации. И, как я уже сказал, у меня в том числе был эксперимент, я записал целый эмбитный альбом, такой Space Ambient, но из Планетариев. И мы как-то, да, это долгая история, как мы там договаривались с ними. Вот на данный момент, как я понял, некоторое внедрение Ритмик Нойза, твоего, в технокультуру. Да, это вот как раз-таки... К чему пришли, собственно, правильно? Переломный момент именно, который меня вновь вернул в колею Ритмик Нойза, он произошел где-то буквально три-четыре года назад, когда, ну, у нас в России, в принципе, во всем мире появилась некая такая тенденция по интеграции постиндустриальной музыки в техно-среду. То есть техно-диджей начали играть в своих там сетах какие-то EBM. Более жесткие вещи. Появилось много проектов на стыке техно и EBM, которые, допустим, делают, по сути дела, техно, но напираясь на звуки и звучание EBM. Много каких-то нойзовых элементов появилось в индустриальном техне. То есть много индустриального техно появилось, которое звучит практически как ритмик-нойз, при этом это какая-то отдельная все равно субкультура. Ну, не субкультура, отдельные какие-то музыканты, которые, в общем-то, с ритмик-нойзом могут быть не связаны, а просто в техно-культуре. То есть произошла такая интеграция, такая некая. В том числе какие-то индустриальные музыканты тоже начали выступать на техно-мероприятиях. И я для себя тоже увидел некий путь, некие какие-то перспективы в этом направлении, поскольку в принципе с технокультурой я никогда особо не пересекался, но в рамках совмещения это с той музыкой, которую я люблю, с тем же ритмикнойзом, я увидел для себя некий новый путь и в принципе вернулся в том числе и к более активному использованию ритмикнойза потому что до этого у меня он просто ушел на совсем задний план, вот в обеем трансовых работах. А здесь я снова вернулся к ритмикнойзу, опять же но уже в переосмысленном немножко варианте, то есть если поначалу ранние мои работы, они были достаточно такие сильно зашумленные, сильно радикальные, такие быстрые разные, ну такие очень более, скажем так, наверное, даже индустриальные, то сейчас все-таки я стараюсь балансировать между тем же самым ритмикнойзом и беем, техно. И тебе это удается? Мне это удается, да, и есть интерес со стороны каких-то наших там темных технорейвов, в том числе к той музыке, которую я играю и в принципе к ритмикнойзу поэтому вот сейчас у меня история такая, что я в основном играю на каких-то околотехно мероприятиях. Теперь хотелось бы нам перейти немножко в технической стороне вопроса, она и техническая и она в то же время творческая, потому что, как мы понимаем, вот когда люди поют свои синтезаторы, которые адаптируют какие-то синтезаторы под себя, это тоже важно. Правильно же? Вот, расскажи, пожалуйста, и сейчас мы будем делать некий обзор про каждую из этих электронных коробочек, кому-то будет вообще непонятно, о чем идет речь, вот мы немножко проясним эту тему. Откуда создается музыка? Она рождается, естественно, в голове, да, при помощи каких-то электронных, электрических устройств. Если говорить о моей работе железом, то, ну, мне сейчас, в частности, так и интересна такая история, как какие-то самодельные какие-то хендмейт инструменты со всякими какими-то там интерактивными элементами, вот тут, в частности, есть у меня корпусе божьей коровки, который вот, как раз от Александра узнал, что оказывается... Пылесборник. Пылесборник изначально, да, я изначально, я думал, что просто какая-то детская игрушка, то есть вот уже какая-то новая интересная история. То есть, как бы, конечно, происходит некая такая материализация, ну, поскольку инструмент, в отличие от виртуального, он у тебя физический, то он какой-то обладает еще какой-то там историей сам по себе и какой-то атмосферой, каким-то каким-то духом, что ли, вот. И в этом плане, конечно, интереснее какие-то кастомные штуки, но, в частности, ну... Да, давайте пройдемся по звукам и примерно, чтобы понимали, о чем идет речь. Божья коровка, да, то есть она классно выглядит, но вот звуки здесь уже, вот если сравнивать с этим синтезатором, да, то это, как бы, уже такая история несколько более такая, хаотично такая, распиздяйская, я бы сказал, да, то есть, как бы, если вот эти синтезаторы, они, да, дают какие-то звуки, вот прям вот, ну, это я другое расскажу сейчас, они дают какое-то вот, вот такое вот, как бы, звучание, вот, ну, оно такое мясо такое, да, импульсирующее, оно такое строгое, у тебя не возникает каких-то таких веселых ассоциаций, да, то божья коровка, хотя мне продавец, когда я продавал, сказал, что такое напутствие, что, типа, поздравляю, это игрушка дьявола, да, но это такой, я бы сказал, такой дьявол-скомарок, потому что, это, в общем-то, ну, вот, вот, вот эти вот, вот эти вот звуки, и вот, вот, вот начинается вот такая история, такое легкое шапито. Это вот звучит синтезатор, который, вот этот вот ящик, который мне пришел из Голландии, а человек делает вот такие вот самодельные синтезаторы в корпусе из-за, из-под армейской, вот этой какой-то аптечки, который мне, наша таможня еще, судя по всему, разобрал, а поскольку он мне пришел в таком очень, каком-то полуразобранном виде, продавец его явно таким не отправлял, и здесь смысл в том, что есть вот некая, вот эта вот звуковая, есть разные элементы управления, да, вот эти вот патчи на всяких, соответственно, адогенераторах, да, в общем, это такой, как бы, он называется noise commander изначально, и есть здесь всякие вот эти провода, каждый разъем издает какой-то определенный звук, и, в общем, это все вместе накладывается, и получается вот такая вот интересная штуковина. Мне вообще нравятся инструменты, которые, как бы, ну, я в том числе и во многом за счет техномузыки открыл для себя силу дилея, реграбрации, вот, поэтому вот, допустим, вот этот синтезатор, здесь есть блок дилея, и, в общем-то, эта история, она вот как раз связана с дилеем, потому что... вот, вот, все, как бы, ритм создается дилеем, и это очень, как бы, крутая штуковина, все это накладывается, плюс есть дилей на микшере, и вот уже, как бы, ты со звуком работаешь прям вообще как угодно, вот, так. Ну, что еще есть? Вот есть другой инструмент, это вот такой вот с пружиной генератор, то есть он заводится от пружины. Я его сейчас вот выключу-включу. То есть вот, как бы, в спаме создается музыка. Можно играть вообще на... по большому счету заводить звук просто от пальца, да, вот, все. Отправить его на ревер, там, потом еще... Да, 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 обрабатывать эффектами. Ну, вот я сейчас воткнул, уже, как бы, другой звук какой-то пошел. То есть ты все равно, как бы, не можешь со стопроцентной уверенностью, как бы, воспроизвести то, что у тебя было до этого. И, ну, вот такие получаются какие-то истории. То есть очень классные фоны, вот эти звуки. Проблема хендмейд-синтезаторов из-за того, что это делают, как бы, ну, обычно, там, мастера, как бы, конечно, которые, там, не заморачиваются каким-то, ну, не обладают, может быть, какими-то навыками и техническими возможностями, чтобы сделать какой-то, вот, сложный такой функционал по накручиванию звуков. Поэтому, как бы, часто исходный звуковой инструментарий, он ограничен. Поскольку у игрушек изначально звуки, да, там, какие-нибудь, там, куклы говорящие и так далее, они, звуки эти, они достаточно такие, ну, специфические, такие детские, то у тебя и на выходе получается такой вот нойз, да. То есть я все же, как бы, пытаюсь играть не просто какой-то нойз, ну, как-то его... Структурированный. Нет, я пытаюсь структурировать его с техно, с тем же ритмик-ноизом, и поэтому, как бы, здесь вот история вот этого хаоса, да, какого-то звукового, она, ну, не должна переходить вот грань какого-то вот такого вот прям вот хошной с безумия, с какими-то вот просто вот такими бешеными звуками, вот. Вот, поэтому божья коровка – это такой, как бы, инструмент, но вот это как раз такая история такого нойз-безумия, скорее. А остальные инструменты, да, как вот этот вот, собственно, нойз-коммандер, да, это вот, блин, такое вот мясо, да. Это уже не самодельный синтезатор, это вот Dreadbox NYX, греческая компания, да, вот это мне нравится, это вот такие вот атмосферные такие пэды позволяют генерировать вот такие вот злые звуки, да, но вот, 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 в принципе, стараясь вот как-то ближе к такому звучанию как-то идти, да, то есть вот прям все, и ты уже где-то там в каком-то там в бункере каком-то мрачном, и у тебя уже атмосфера определенная создается. Здесь есть блок ревербратора на нем, вот мы делаем ревербратор, звук стал, ну, вот, уже. За счет эффектов можно очень правильно создавать атмосферу. В принципе, можно ограбить от них эффект. В принципе, да, да, но, понимаешь, как бы, вот мы берем божью коровку, да, на ней тоже вот есть дилей, вот я сделал, добавил дилея, но это уже, видишь, не такая темная история. Сатанизм. Да, да, ну, в этом тоже весело. Вот, ну, вот в этом плане мне как железо интересно, что вот таким вот музыкальным сатанизмом на софте ты просто не будешь заниматься. Так, а еще бы мне вот лично хотелось бы, ну, помимо вот еще вот про Ролан, что ты рассказал. Ну, ты просто расскажи про него. Да, и это вообще первый, у меня как бы попытки... Я как понимаю, это легендарный какой-то инструмент. Да, это MC-505, у меня это, по сути, был первый мой железный инструмент, который я полноценно освоил. Сложность остальная при переходе из компьютерной музыки к железной в том, что тебе приходится... Ты хочешь писать музыку, а тебе приходится изучать инструмент. Это грудбокс, да, грудбокс — это, по сути дела, драм-машина плюс синтезатор. Ну, все в одном, такая коробочка. И он 97-го года. И, в общем-то, на 97-й год он так и звучит, и для меня это такая попытка самоограничения. То есть, как бы я хотел поэкспериментировать с каким-то старым таким железным звуком. И, ну, изначально я ограничен возможностями этого инструмента звуками, которые там, и техническими нюансами, которые были там в середине 90-х. И, по сути, как бы из них я не могу вылезти. И в данном случае за счет этого получается сформировать какой-то такой аутентично звучащий продукт. Вот у меня, в частности, одна из эпишек, Нуклеосинтезис, она... Да, она выпущена на французском лейбелла R&D Records. И вот это что же железка? Это, собственно, вокодер. Это вокальный процессор, то есть все такое... Ну, вокальный, да. Да, ну, да можно что угодно к нему подключать. То есть это такой, как бы, синтетический голос. Ну, я думаю, понятно, что такой вокодер. А что же вот это такое? Вот он, собственно... Это как бы элемент шоу какой-то уже. Это больше практичная штука, да, поскольку... Чтобы в темноте было видно. Для меня это даже не столько, сколько шоу, да, а сколько, вот, как бы, подсвечивать инструменты на сцене, когда играешь, поскольку, как бы, обычно часто все-таки в клубах с освещением там специально затемняются, ну, по понятным причинам. По каким понятным причинам? Ну, представьте себе, как бы, концерт в помещении в клубе при включенном вот таком вот, допустим, дневном свете, да. Наверное, как бы вопрос какой-то психологии, но объективно, мне кажется, половина концертов, они, как бы, из-за этого пройдут и будут восприниматься не очень классно просто из-за того, что у тебя вот это какое-то вот освещение. Ну, наверное, когда просто затемненное освещение или когда практически нет, просто боли на звуке идёт. Да, то есть, когда вы видите, например, каких-то вот артистов, выступающих на лбу, такой фонарик, иногда это просто чисто практических, ну, просто соображений, чтобы видеть что-то. Выступление – это же всё-таки не только история о том, что ты вышел и играешь свою музыку, да. Идеальный вариант, конечно, вообще выступать просто там за закрытой стеной, чтобы люди там концентрировались на звуке, да, и просто слушали театр звуков. Театр звуков, да, но на самом деле при этом ты можешь не знать, может, тебе вообще там просто уже фанеру там поставили, это полностью записанный звук, и ты как бы, ты часто даже человек там, может быть, как бы на сцене тоже степень импровизации, она тоже не всегда понятна, известна. То есть, всё это как бы накладывает на восприятие, те же индустриальные концерты там на каких-то заводах, на каких-то там бункерах, каких-то таких подходящих заведениях, они чаще всего будут восприниматься более как бы эстетически, полноценно и интересно, чем просто в какой-то там обычной там комнатушке или каком-то там просто стандартном там рок-баре и так далее. То есть, если на рок-концертах, эстетика рок-концертов, например, это барабанщик, гитары, да, то эстетика вообще как бы, ну, индустриальной музыки вообще, ну, это вот коробочки, мужчины с серьёзными лицами управляют какими-то коробочками, куча проводов. Ну, правильно? Недавно вот было, неделю назад в Плутонии на мероприятии, посвящённом приезду такого культового, но из индустриального дэтиндастрового проекта Carbiter Dead Now, вот у меня было фактически за мою всю карьеру первое полноценное стопроцентное провизационное выступление. Когда я вот подключил вот эти все свои железки, вот у меня драм-машина была там тоже кавая обрабатанная, и я, по сути, как бы вот полностью на ходу импровизировал, вплоть до вот вокала через вокодер у меня просто там я даже часть текста, поскольку у меня текст и вокал, это часть тоже звука, там на ходу импровизировал, да. То есть интересно, блядь, за сцене, ну, за подобную вот ситуацию, когда кажется, что вот артист, музыкант, ну, почему-то вот мне нравится называть не музыкантами людей подобных, а артистами. Ну, тоже вариант. И как бы, что он выходит из положения, то есть поставил себе такую сложную ситуацию, когда, да, когда побарывает вот эти какие-то сложные приборы, которые издают ужасные звуки, то есть вот он включил эту коробочку, да, например, и вот он с ней борется, чтобы она начала вот это вот раз, раз подрулил, подрулил, все это выходит в какую-то раз, подрулил же, да, раз вторую, потом вот. Ну, это вопрос мастерства на самом деле, да, конечно, профессиональный музыкант такой, ну, такой в полном смысле этого слова, который выкручивает из своих коробочек четко то, что ему нужно, да, и понимает это, и, в общем-то, в этом и есть профессионализм, да, что, как бы, ну, это немножко идеальная ситуация, да, потому что я не знаю, есть ли, наверное, не так много людей, которые там в голове себе придумали там электронный полностью трек, там, бас-партию, ритм и так далее, там, какую-то, там, лиды, там, пэды, и прям вот точь-точь, как в голове все это воспроизвели, да, это, наверное, такое высшее мастерство, не всем доступное. Естественно, начинал я с чисто программного обеспечения, с компьютера, софта, я использую такую программу, как Synapse R.O.P.L.A.T.I.NUM, не самая известная такая виртуальная студия, ну, в принципе, мне она показалась, когда я начинал самый удобный. Все используют тот софт, который нравится, и который больше всего знают. Да, безусловно, то есть это вопрос, как бы, чисто технический, да, я не беру до этого какие-то ранние эксперименты, там, с программами в духе, там, EJ, там, Techno Dance EJ, это такая история просто какого-то. Дмитрий Толманский говорил, что там есть такие вещи в этом EJ отдельные, которых нигде нет. В хороших руках можно и вообще написать, там, музыку, там, из одних, там, шумов радио, да, все возможно, да, безусловно. Ну, если говорить о каком-то уже более конкретном творчестве, это вот именно софт, Synapse R.O.P.L.A.T.I.NUM. То есть, так или иначе, все у меня было на софте, и мой переход и более плотное знакомство с непосредственно железными синтезаторами, он состоялся, как раз совпал вот с интеграцией вот в эту технокультуру. То есть, для меня это тоже, с одной стороны, было вот именно в музыкальном плане какое-то новое направление, и в то же время я решил попробовать какие-то открыть для себя новые творческие возможности через работу с железными инструментами. А в технокультуре в основном диджеи, или же там тоже играет на железках много? В целом, как любая клубная тусовка, она, наверное, все же, ну и техно в частности, она больше как бы диджейская тусовка, да, но там тоже, безусловно, есть лайвы музыканты, и, конечно, ну, всегда и слушателям, и промоутерам интереснее, когда это какой-то железный лайв, когда у тебя какой-то интересный сетап, интересные инструменты, естественно, это как бы добавляет какого-то интереса. И какое-то дополнительное измерение в музыку, да, я это тоже учитывал, и действительно так и оказалось, да, то есть, я начал, купил себе какие-то определенные железные инструменты, мы позже посмотрим некоторые из них, и действительно, они для меня открыли какие-то новые возможности. То есть, то, что я делаю на железе, я, ну, не то чтобы не могу, но у меня не получается вот естественным образом делать на компьютере, и в свою очередь наоборот. То есть, сейчас я использую и компьютер, и железо, но как-то у меня это пока получается раздельно, то есть, на лайвах я использую какие-то треки, сделанные на компьютере, да, и смешиваю их там с железными какими-то синтезаторами, какими-то партиями, которые сыграны там вживую на этих синтезаторах. Но именно вот в записи у меня как-то вот отдельно, и прям вот, я думаю, слушателям, если там показать, что этот трек сделан на железе, этот на софте, будет слышно. И меня самому слышно, что получаются немножко разные вещи. То есть, на самом деле, писать можно и там, и там, но именно технические средства и технические нюансы, они вносят как бы какие-то свои коррективы, что получаются разные вещи. Ну да, мы в любом случае будем использовать все технические средства, которые нам в этом помогают. И еще вопрос, собственно, чем ты занимаешься в нормальной жизни? Я знаю, что у тебя такая достаточно интересная, ну, в обычной жизни, вне музыки, вне буддизма, да, вот. Да, буддизм, ну, буддизм это как раз-таки одно из увлечений, да, а если говорить про… Профессионально. Да, профессионально в моей жизни, то, в принципе, я, можно сказать, айтишник по образованию в области производства, автоматизации производства, то есть, получил даже ученую степень кандидата технических наук. О, как! Кандидат технических наук, между прочим. Не думайте, что какие-то подонки и наркоманы занимаются всей этой культурой, кстати, между прочим. Это хорошо ломает стереотипы, да, в том числе для людей, потому что, как бы, ну, считается, что там какая-то индустриальная музыка или техно, это какая-то маргинальная, сугубо какая-то такая… Таблеточная тусовка. Да, тусовка, нет, ну, разные люди. Разные люди, да. Да, я так получилось, что, ну, то есть, у меня и в профессиональной среде получается тоже автоматизация производства, вот эти какие-то индустриальные корни, но, в принципе, я, как любой айтишник, поскольку айти сейчас везде, я в этом плане во всех сферах, я тоже человек универсальный. И так получилось, что сейчас у меня это тоже и с буддизмом пересеклось, как и мои вот эти научные какие-то увлечения. И я работаю сейчас в благотворительном фонде, то есть, ну, занимаясь при этом именно айти-направлением, то есть, я обеспечиваю айти-сопровождение разных социальных проектов. У нас там в основном они связаны с людьми с психическими заболеваниями, с пенсионерами, со старшим поколением, но так или иначе какой-то используем какие-то современные тоже технологии, программное обеспечение. Адаптация современного софта под сознание простого российского пенсионера или наоборот? Да, у нас много направлений именно связанных с обучением старшего поколения компьютерной грамотности, современным технологиям. И, в общем, мне это интересно, потому что чувствуешь какую-то отдачу от своей работы, какую-то социальную, что ты, ну, действительно делаешь что-то как бы полезное. Ну что ж, пожелаем Владимиру успехов творческих, профессиональных. Спасибо. И до свидания. Программа «Из глубины».